Всем привет, меня зовут Яков, я ведущий разработчик в компании Neoland. Мои контакты вы можете увидеть здесь. Компания Neoland это достаточно крупная группа компаний, филиалов по России у нее много. Я являюсь работником каникулатского филиала. Мое основное направление деятельности это андроид, разработка, развитие, поддержка продукта и так далее. Последний мой проект это, назовем его неосинтез, это интеграция модуля, написанного на плюсах, для проигрывания 3D графики в мобильное приложение. Там достаточно крупная оптимизация происходит и можно огромные здания отображать на экране планшета. И можно добавлять и убирать некоторые объекты, которые позволяют группе инженеров производить какие-то радиационные, инженерные обследования и так далее, заносят данные в планшет. В процессе работы над андроид-приложениями часто встречается кейс, когда необходимо добавить какие-то красивые отвлекающие элементы, такие как анимация, или, например, сделать красивую заставку. Мы поговорим о том, чтобы разобраться в инструментах, которые предлагает андроид для создания анимации. Это будут базовые вещи, хардкора сильного не будет, кода тоже немножко будет. Можно посмотреть на экран, там основные виды анимации, они написаны на русском, я буду иногда говорить на английском, иногда на русском. Фреймовые анимации. Давайте разберемся вообще, что такое фреймовые анимации. Это GIF-формат или мультики. То есть у нас есть изображение, которое в короткий промежуток времени появляется на экране и потом исчезает, создавая тем самым эффект анимации. В андроиде это представлено ресурсом Android Drawables, ой, Animation List в Android Drawables, куда нам необходимо добавить наши кадры изображения для выставить им время, и потом они будут проигрываться. Для того, чтобы проиграть эту анимацию, нам необходимо добавить Drawable ресурс в Image View, в Background, и далее с кода достать, скастовать к Animation Drawable, и далее запустить, вызвать метод старт. Все. Вот примерный эффект от этой анимации. Вторая не загрузилась. Как вы видите, это самая простая в понимании. Вот подойдем к ее плюсам теперь и минусам. Это достаточно простая в понимании анимация, которую любой человек... Далее это анимация любой сложности. То есть нам необходимо только список изображений, чтобы ее формировать в определенном порядке. Все. Но у этой библиотеки достаточно серьезные минусы. Это достаточно старая API для использования. Особенно мы, если это пытаемся сделать из кода. Поддержка этого будет достаточно тяжело. Вот. У нас есть на замену ей эта библиотечка Loti. Она позволяет... Ну, там немножко другой механизм работы, но у нее также имеется формат кадр за кадром. То есть мы можем какое-то сложное изображение проигрывать с помощью нее. Но основной момент ее это то, что она позволяет динамически изменять анимации. То есть мы можем прислать нашу анимацию с помощью GSO на сервера и потом разобрать ее производительно. Потому что animation list... Ну, если мы хотим, например, 60 кадров в минуту, нам придется добавлять как минимум 20-30 изображений, которые могут вызвать out of memory. Вот простой кейс, где можно ее использовать. Да, это уже. Это property animations... Property view animations, которые позволяют нам изменять свойства view. Свойства view — это высота, ширина, видимость объекта. Эти все свойства в процессе анимации могут меняться. Данный инструмент позволяет нам сохранить эти свойства в конце анимации. Например, давайте рассмотрим кейс. При открытии экрана показать карточку с вопросом. Далее пользователь нажимает, ему показать карточку с ответом. Вот примерно, как это можно сделать в drawable ресурсе. У нас имеется сет, куда мы закидываем два object animator. Object animator — у него есть одноименный класс в Kotlin Java, которому мы можем также задавать различные настройки. Далее у нас в первом случае, как мы видим, используется object animator. Он один, и получается, что это будет одна анимация, которая имеет эффект на первом слайде. Вторая анимация — это уже множество анимаций, то есть их может быть 2, 3, 4, 5. Также добавляем туда line interpolator, который позволяет нам добавлять анимацию, некоторые свойства о нем сейчас поговорим попозже. Как вы видите, эффект достаточно красивый, и даже можно не писать код. Интрополяторы. Что такое интерполяторы? Интрополяторы — это служебные классы, которые добавляют анимацию в некоторые физические свойства, такие как скорость, вес и другие. Давайте разберемся, это общее количество интерполяторов, известных мне в SDK Android. Их можно с помощью библиотек расширить, но основной момент такой. Давайте рассмотрим на примере двух интерполяторов. Это line interpolator и accelerate interpolator. Как вы видите, в первом случае у нас скорость увеличивается линейно, во втором случае мы увеличиваем скорость сначала медленно, потом быстрее. Также есть deaccelerate, который в конце замедляется. Ну, с этим можно разобраться позже. Давайте посмотрим на ее плюсы и минусы. Эта анимация достаточно удобная в использовании, там можно делать крутые эффекты с помощью нее. Также с помощью библиотеки, ну, библиотеки расширения Jetpack.ktx можно получить кучу методов, которые позволяют нам упростить код и делать эти анимации еще меньше, замедливать количество кода. К минусам относятся рефлексы, и отсюда вытекает другой минус, это требовательный ресурс. Изменение представления view. В основном эту анимацию использовали раньше, при переходах, и также для того, чтобы скрыть какие-то элементы с красивой анимашкой. На данный момент мы разберемся, почему ее не надо использовать. Представлены пятью классами, одного нету, это transitions, это set animations, который позволяет нам также комбинировать различные эффекты анимации. Прямое назначение класса, то есть translate, это передвигается с места на место. Вот простой пример использования. Мы можем, во-первых, использовать это в XML, написать код, далее его загрузить, и к определенной view мы можем вызвать метод startAnimation, на вход подав параметр нашей анимации. А также можно это сделать программно из кода с помощью одноименных классов, задав им время. Также эта анимация позволяет нам задавать интерполяторы. Вот примерные эффекты этой анимации. Как мы видим, в первом случае у нас меняется альфа-канал, во втором случае мы с помощью нее переходим с экрана на экран. Это считается морально устаревшей анимацией, хотя официально она еще не устарела, но API считается устаревшим. Также, если мы пишем все это из кода с помощью создания программного кода, это очень тяжело поддерживается. Заменяем ее на… Google рекомендует Shared Elements Transitions, который позволяет нам с помощью определенных действий навигироваться в приложении с красивой анимацией. Также у Google появилась библиотека в прошлом году. Google Navigation Component, который вместо анимации представления использует анимацию свойств. Задаем на drawable ресурс при переходе экрана со одного экрана на второй линии и дальше он все заанимирует сам. Инструмент очень хороший. Анимация изменений лайаутов. Достаточно неудобно, когда на экране у нас больше десятка элементов анимировать это все вручную, где-то долго. Но чтобы хотя бы немного навести красоту, мы можем использовать различные анимации контейнера. То есть у нас все дочерние элементы контейнера будут анимированы. в процессе работы анимации. Ну, в процессе их изменения, их свойств. Давайте разберемся на небольшом примере. У нас имеется список категорий работников. Это первый лист. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крутой инструмент Constraint Layout Надеюсь, многие им пользуются. Который позволяет делать плоскую версту достаточно быстро, красиво, удобно. Но у него есть дополнительный инструмент. Это Constraint Set. Constraint Set, сразу скажу, использует тот же функционал со сценами, как было в Transition Framework, но немножко увеличивают. Во-первых, при использовании Transition Set мы можем различные транзишины добавить в этот set в комприненте какой-то сцене. То есть переход на нее будет сделан с этими эффектами. Во втором случае мы можем взять наш начальный экран и просто наложить на него, который мы хотим, экран, и получить от этого результат. Справа вы можете увидеть это стандартные классы SDK, которые имеются для создания различных эффектов. Change Bound, Fate, они все говорящие. Остановимся на Transition Set, понятно, содержит другие. Транзишн, остановимся на After Transition. After Transition, это вот когда мы говорили, что примените один метод BeginVly в Transition Manager и анимация сработает. Это так называемый по дефолту стоит Transition, который будет, если ничего другого не указано. анимировать. Вот примерные эффекты того, как это можете сделать. На втором экране у нас имеется два состояния. Здесь мы просто меняем расположение картинки, а здесь уже мы делаем более сложную логику, которая позволяет нам менять именно сцену на экране. Плюсы Constraint Layout. Это простота анимации для множества элементов. Проще вот совсем никуда, хотя есть куда. Доступная кастомизация. Также мы сцены пишем в декларативном подходе, это значит, что почти в Котман не надо лезть. Минусы. Это поддерживает только поддержка нескольких макетов. То есть у нас на экране, у нас в ресурсах будет приведется, если мы изменяем какие-то одни элементы, нам придется менять это в двух макетах. Библиотека Гугла новая появилась. В бете это Motion Layout, она как инструмент идет. Это чисто декларативный подход. То есть там все вот эти сеты, все, что из кода делается, все скрыто внутри. В бете достаточно будет популярный, думаю, инструмент. Вот мы подошли к векторному формату. Надеюсь, у нас дизайнеры здесь есть, они могут немножко для себя подчеркнуть. Векторный формат в Android это не просто SVG. Во-первых, здесь указаны почти все теги, которые используются в Android для векторного формата. Во-вторых, векторный формат должен быть приведен без примитивов, который в будущем покажу вам, переведен к пассу. То есть у нас мы работаем только с пассом. А object animator также будет их принимать только пасс. Это вот вот так вот выглядит простой пример простого SVG. То есть вот эти полигоны, J, Rect и остальные теги мы не используем в Android. Их не должно быть у нас в разметке нигде. справа видны другие форматы, которые по логике Android Studio может конвертировать в векторный формат Android. Давайте, для чего вообще нам векторы нужны? Это, во-первых, красивая анимация с помощью них. Это очень крутой инструмент, который позволит нам изменять состояние на какой-то кнопке. Например, у нас многие популярные, ну, все знают популярные соцсети, там можно лайк поставить. Вот, это просто меняется два состояния векторного ресурса, который будет в процессе анимирован. Наши старые знакомые это object animator, у которого появилось два новых метода, о них попозже. Для того, чтобы использовать эту анимацию, нам, опять же, в language view в background необходимо закинуть нашу другую ресурс, скастовать это все animator vector drawable и wizard method start. Давайте поговорим о value from и о value to. Это два состояния анимации. То есть, анимация происходит как? Мы сменяем одно состояние другим, а в процессе этого происходит так называемый морфинг, ну, анимации там разные, можно эффекты добавлять. Для того, чтобы использовать, нам надо из метода pass в первом состоянии добавить весь его контент value from и в которое состояние мы хотим превратиться, это получается value to и дальше все будет заанимировано. Вручную это делать достаточно неудобно, вот такие эффекты можно добиться с помощью векторных ресурсов и достаточно за короткий срок. Давайте поговорим о том, что вообще в xml вот эти пассы, они там непонятно, что написано, там закодированы информации и так далее. Для того, чтобы был какой-то графический веб-интерфейс, была создана такая программка называется ShapeShifter. Мы получаем туда на вход, закидываем кучу S-O-D, шканайз конвертирует к векторному формату. Далее мы можем на различных, с помощью различных инструментов сделать различные преобразования к объектам, то есть добавить там по времени и так далее. Далее все, что мы сделали, мы можем выгрузить в Android Studio напрямую и запустить эту анимацию. Также при работе нам необходима Android Studio, там у нее есть стандартный конвертор, который SVG и, по-моему, WG может сделать векторный ресурс Android, но иногда он работает криво, там если поменяется, например, какой-то дизайнеры часто ставят на векторный формат прозрачность зачем-то. Вот если там используются изменения прозрачности, Android просто загрузит черную фигуру без прозрачности. Также графический редактор, скетч, чтобы там править, что нам надо. Мы подошли к плюсам этой анимации. Это очень производительная анимация с 24-го API Android, она вообще отрисовывается в рендер-треде, который позволяет нам не загружать моем поток, во-первых, также позволяет, если моем поток чем-то загружен, не терять кадры. Также красивые эффекты за, ну, вот реально пару часов работы и можно запускать. Минусы – это нет возможности у нас получить от нее некоторые события, которые хотелось бы получить там об окончании анимации и так далее, поэтому приходится иногда выставлять время вручную. мы подошли к самым таким жестким вещам, это низкоуровневая анимация. Жесть заключается в том, что при работе с ними нам необходимо знать математику, различные графические преобразования, которые мы будем делать. Давайте рассмотрим на парочке простых кейсов. Для чего вообще, когда используют низкоуровневую анимацию, это нет подходящего инструмента в Android API, в SDK, есть желание сделать что-то уникальное, оформить это как библиотечку и всем хвастаться. А также в Android, как вы знаете, можно использовать OpenGL. При работе с ними имеется возможность это все отображать в мобильном устройстве. Опять же, это возможности низкоуровневые, для их интеграции нам необходимо будет использовать некоторые вещи. Во-первых, для того, чтобы нам рисовать на канвасе, нам необходимо знать жизненный цикл view, то есть invalidate, layouts и так далее, чтобы мы могли все нормально отрисовывать. Далее, если мы также хотим низкоуровневую работу, чтобы эта анимация проигрывалась очень долго, то есть какие-то эффекты рябьи, волны и так далее, мы можем делать это также в отдельном потоке, то есть мы отрисовываемся в Surface view, но вся отрисовка происходит в отдельном потоке. OpenGL и GL Surface view используются связки, так как OpenGL в Android может отрисовываться только в OpenGL специальном потоке, который это view предоставляет. Там у нее достаточно сложная реализация, вернее, реализация на Android, а там просто замок на реализацию. что вам использовать вообще в текущем году? Это, как я говорю, Transition Set, Constraints, Transition Framework, Constraints это векторная анимация. Иногда приходится иметь дело с Property Animation и Auto Layout Animation. Ну, в общем, здесь вы можете пройти ресурсы, используемые для подготовки, а здесь можете скачать анимацию, ой, презентацию. Также я хотел бы сказать, что мы еще не все затронули, мы по верхам затронули низкоуровневую анимацию, мы не затронули так называемый Constraint Layout, ой, координатор Layout. Надеюсь, кто-то им пользовался. Там с помощью Abar Layout, там Collapsing Toolbar и Collapsing Layout можно сделать тоже крутые анимации, но на это не было времени. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok